Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я это видео переписываю уже, наверное, второй раз, потому что первый раз, когда записывала. Что-то мне в этом видео не очень сильно понравилось, а сейчас я к вам в итоге возвращаюсь после отпуска. Как уже многие из вас поняли, кто подписан на моём инстаграме и следят за мной в сторисе, то недавно было моё день рождения, мы также были в отпуске, а также в начале августа я переехала в Гдыню. Поэтому в связи с этим всем с такими сумбурными событиями мне, к сожалению, не хватало времени, чтобы сесть спокойно и записать видео на YouTube-канал. Но сегодня уже с отдохнувшими, с новыми силами я записываю для вас новое видео. Это, возможно, не будет какое-то информационное видео, хотя 50% информации несёт всегда информацию. Вот, поэтому кому будет интересно, то оставайтесь вместе со мной, а сегодня мы разберём с вами такую тему, самую банальную тему и самую, наверное, популярную тему в социальных сетях – это диванные критики. Если хотите узнать, кто это такие, то продолжайте смотреть дальше. Никому не секрет, что с каждым годом иностранцев становится всё больше и больше. И понятное дело, что многие работают в сфере легализации и адаптации иностранцев, а другие просто на своём опыте зарабатывают деньги и помогают другим иностранцам. Кто-то помогает, кто-то обманывает и так далее. В общем, в мире ни без добрых и ни без злых людей, ну что ж, это такая жизнь, всегда будет какой-то плюс и минус. Но, знаете, одно дело, когда люди, даже пускай за деньги помогают, но они несут правильную информацию, достоверную информацию, которая работает изо дня в день, а другое дело, когда человек просто один раз прошёл, открыл, не знаю, карту временного опыта, и вот он на своём опыте учит всех людей. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, к сожалению, это тоже неправильно, потому что сколько людей, столько ситуаций, и нужно отталкиваться не только от людей от ситуации, но также от закона, который прописан в Польше. Так вот, диванные критики — это те люди, которые либо же у них много свободного времени, либо же им просто не хватает общения, круга общения, чтобы высказаться и донести свою мысль. Так вот, последнее время на Фейсбуке, Фейсбук — это стала сейчас самая популярная площадка для обсуждения легализации и адаптации иностранцев на территории Польши, после этого идёт Инстаграм, а потом уже там все остальные социальные сети. Так вот, на Фейсбуке сейчас можно найти как работодателя, так и работника, так и информацию, которую вы ищете по вашему вопросу. Кто-то говорит правильно, кто-то говорит неправильно, понятное дело, это социальная сеть. Но диванные критики — это, как знаете, пробка, это затычка во все дыры. То есть, какой бы вопрос ни был бы, какой бы комментарий ни был бы, он везде и всюду, этот диванный критик. Я не знаю, почему, но вот диванным критикам люди иногда больше верят, нежели тем людям, которые несут правильную информацию. Так вот, сегодня я хочу с вами обсудить комментарии диванных критиков, которые заводят людей в заблуждение. И ещё раз хочу просто для вас напомнить ситуации, которые на самом деле происходят на территории Польши. Так вот, не буду уже затягивать длинное начало, и так оно почему-то получилось слишком длинное. В общем, давайте начнём. Первое — это то, что 500+, можно оформить на детей, даже если находится на территории Украины, России, либо Беларуси. Я не знаю, откуда это взялось. Я не знаю, почему это так, кто это придумал и кто на своём опыте такое сделал. Но на самом деле 500+, выдаётся только тем родителям, тем детям, которые находятся легально на территории Польши. И с недавнего времени произошли некоторые изменения, то есть родители и дети должны иметь хотя бы уже на руках децизию о положительном решении на карту временного побода. Я знаю, что многие делали даже на печатях в ожидании на карту временного побода и получали 500+. В некоторых воеводствах, возможно, это действует. Но в поморском воеводстве это не действует. Даже если вы сейчас подадите заявку, и у вас будет стоять печать в паспорте о том, что вы ожидаете на карту временного побода и хотели бы получить 500+, то вам их только начислят после того, когда у вас будет положительная уже децизия. Потому что многие до этого времени, когда вводилось 500+, находились на территории Польши, некоторые уехали и об этом не уведомили ужин, и всё-таки получали эти 500+. В общем, много разных ситуаций происходило, поэтому сейчас уже ужин-то по-другому смотрят на эти внёски. И если вы всё-таки хотите получить денежное пособие 500+, то у вас должна быть карта временного побода с доступом к рынку труда, либо же хотя бы децизия о положительном вашем решении. Следующий комментарий – это то, что с картой побыта без доступа к рынку труда нельзя работать. Как вам сказать? И да, и нет. С одной стороны, вы не можете работать просто так, как с картой с доступом к рынку труда, например, по воссоединению. Я рассказывала, в чём отличие этих карт в предыдущих видеороликах. Посмотрите, пожалуйста, кому это вообще относится. Так вот, многие, которые получают карту с доступом к рынку труда, имеют право работать без всяких разрешений на работу. Но есть исключения, и об этом я тоже уже говорила. Что касается карты без доступа к рынку труда, в принципе, действуют точно так же, как и с доступом к рынку труда, только же вы должны иметь разрешение на работу. То есть, если у вас на руках карта без доступа к рынку труда, то вы, к сожалению, не можете получать никакие пособия, там, ни послеродовые, ни пособия на детей 500+, и так далее, там, 300+, для школьников. Вы просто можете подойти к любому работодателю, и он вам сделает освещение либо зазволения, либо там, сезонное разрешение на работу. И только после этого вы сможете быть трудоустроены легально. Вы можете переподаться от работодателя на новую карту, чтобы она была у вас доступом к рынку труда, но вы также можете остаться с карты без доступа к рынку труда, но иметь при этом разрешение, договор и страховку, и работать также легально. Следующий комментарий – это то, что если вы оформили себе рабочую визу, и у вас приглашение от одного работодателя, вы приезжаете на территорию Польши, и по каким-то ситуациям, по каким-то случаю судьбы меняете работодателя, и то, что у вас ваша виза, которую вы открыли первоначально, будет аннулирована. Ребят, это неправда. Вы открываете визу один раз, и она не может быть аннулирована. Ни работодатель вам ее не может аннулировать. Вам может аннулировать только консул, либо же посольство. И то есть неверские причины для того, чтобы вам ее аннулировать визу. Но если вы едете по одному приглашению, и потом на территории Польши хотите поменять другого работодателя, то вам не нужно открывать новую визу. Вы на основании этой визы меняете нового работодателя. Единственное, что вам нужно иметь, это новое разрешение на работу, либо же освещение, либо зазволение тип А, тип С. Следующее, это то, что на польской визе можно работать в любой стране Евросоюза. Если вы, либо ваш друг так работает, это еще не означает, что он работает легально. Все мы можем работать где угодно, только если смотреть правде в глаза и правде в законах, то всегда найдется какое-то «но». Если у вас открыта польская виза, неважно, D05, D05, A, B, D06, то эти визы выданы вам с целью работы на территории Польши. Для того, чтобы вы могли работать в странах Евросоюза, даже с польской визой, то ваш работодатель должен вам сделать делегацию в другую страну Евросоюза и оформить вас легально. Потому что, например, если вы едете в Германию, и фирма у работодателя открыта тоже в Германии, и он вас просто высылает на 30 дней как в делегацию, то разрешений на работу никаких не нужно новых придумывать. Но если же вы все-таки едете дольше, чем 30 дней, то каждый работодатель должен вам открыть визу в Андерелст. Я вам уже рассказывала в Инстаграме, как ее открыть и вообще для кого она нужна. А также, например, на территории Евросоюза, например, Голландии, то нужно иметь свое еще разрешение на работу. То есть только с визой в Андерес это тоже не прокатит. Есть у них список специальных документов для иностранцев, которые вы должны соответствовать ним. То есть, например, иметь долгосрочный контракт, иметь не полугодовое разрешение на работу, а годовое уже, например, разрешение на работу, иметь ихний пэссель. Ну, очень много разных нюансов. Поэтому прежде чем ехать в страны Евросоюза, вы должны узнать, легально ли вы будете трудоустроены там. И что касается сталого побота, то, ребят, сталый побот вам выдается для Польши, не для Евросоюза. Это не гражданство. То, что вы здесь трудоустроены на территории Польши, приравниваетесь к полякам, это еще не означает, что вы можете без проблем наездить в страны Евросоюза, либо же выезжать, например, в Америку без виз. Нет, это неправда. Карта сталого побота вам выдается только для территории Польши, а чтобы работать уже в странах Евросоюза, либо же выехать в Америку, нужно соответствовать критериям той страны, куда вы едете. Самые популярные комментарии – это по поводу, конечно же, всегда ставки. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но те люди, которые приезжают без знания языка, без опыта, первый раз, с чистым паспортом, и они хотят идти работать за 17 злотых нетто, ребят, честно, это немножко уже перегибание палки. Я, конечно, понимаю, что нужно себя оценить и свой труд, но уж не до такой степени. Я всегда вам советую перед тем, как вы едете, зайти на сайт внагрязания.пл и посмотреть, сколько в среднем стоит ваша рабочая сила по данной вакансии, потому что все зависит от воеводства. Чем больше город, это ничего не означает, что у вас будет больше ставка. Даже если у вас будет и выше ставка, то у вас будут и выше растраты, то есть у вас будут больше растрат на жилье, на продукты, на поездку и так далее, понимаете? То есть вы должны это все учитывать. Если вы хотите видео о том, сколько сейчас стоит жизнь в Польше, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я тогда подготовлю для вас такой видеоролик, чтобы вы сравнили, потому что я помню, что о ценах, наверное, я вам снимала видео, наверное, 3 или 4 года тому назад, конечно же, сейчас все выросло в 2 раза, можно так сказать. Вы должны трезво оценивать свой статус на территории Польши. И скажу вам более, что 17 злотых брута, это официальная сейчас ставка, и если вы работаете на умове злицения, то минимальная ставка нетта, официальная именно от 17 злотых брута, после всех учетов, вычетов и так далее, это 10,58, понимаете? Это около 11 злотых. Поэтому те люди, которые пишут, например, в объявлениях, что предлагаю работу за 13 злотых нетта, и потом диванные критики просто обсирают это в комментариях, извиняюсь за выражение, что что это такое, это ниже, чем минимальная ставка. Нет, это не ниже, не минимальная. Отличайте, умейте отличать, что такое нетта и брута. У меня тоже такое есть видео, посмотрите, если кто-то не знает, не владеет еще информацией, чем отличается нетта от брута. И это будет очень важно и полезно для вас, если вы находитесь на территории Польши. Следующее, это то, что если вы получаете карту временного попыта на территории Польши с доступом к рынку труда от предыдущего работодателя, вы имеете право работать у каждого уже работодателя без всяких разрешений на работу. Нет, к сожалению, если вы получили карту временного попыта от одного работодателя и решили поменять другого работодателя, то, к сожалению, Весь процесс и вся процедура начинается заново. То есть вы должны уведомить ужин о смене работодателя. Я вам также рассказывала это в видео и писала в постах в Инстаграме, как это делается. Если хотите актуальную информацию, дайте мне знать в комментариях. Я тогда тоже обновлю это на своём канале. В Инстаграме я также скидывала вам примеры, как написать заявление о том, чтобы поменять работодателя. А также, например, если вы меняете воеводство, о смене воеводства. И это очень важно. То есть вы не можете у каждого работодателя работать на карте временного побыта без всяких разрешений на работу. Есть, конечно же, исключения, но мы сейчас говорим именно о тех иностранцах, которые получили карту временного побыта от работы. Следующее это то, что в карту временного побыта можно вписать членов семьи. Либо же, например, часто слышат, что «Оля, сделайте, пожалуйста, разрешение на работу и впишите туда членов семьи». Нет такой функции «вписать членов семьи». Как это значит «вписать»? Разрешение на работу выдается только для одного иностранца. Там нет такого, что иностранец едет на работу, а члены семьи будут пребывать вместе с ним. Нет. То есть каждый член семьи должен иметь свой документ для того, чтобы въехать на территорию Польши. Что касается карты, то вписывать членов семьи в карту тоже такое нет понятий. То есть для получения карты временного побыта каждый член семьи подаётся отдельно свой внёсок и свой пакет документов. Даже ребёнок, которому два месяца. То есть вписывания нет. Есть понятие, как взять членов семьи на своё содержание, но это совсем другая информация, понимаете? То есть это другая ситуация. А именно вписать в карту побыта, как вы знаете, наверное, многие привыкли, что раньше в загранпаспорт вклеивали детей фотографии. То есть не нужно было детям получать загранпаспорта. Так вот, в Польше такого нет понятия. То есть для того, чтобы вам въехать на территорию Польши, нужно иметь каждому члену семьи разрешение, то есть приглашение, разрешение и так далее. То есть именно цель легального пребывания на территории Польши. И что касается карт временного побыта, то каждый член семьи должен отдельно податься на карту временного побыта со своим пакетом документов. Следующий комментарий, это по поводу дали карты временного побыта, что семья может быть по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам, если же иностранец имеет уже карту на руках. И это тоже неправда. Вы с первого легального дня пребывания на территории Польши имеете право податься хоть все сразу на карту временного побыта. Только цель пребывания каждого из вас будет совсем другая. То есть один по работе, а члены семьи, например, по другим обстоятельствам, либо же по воссоединению. Чем отличается, как заполнять внёски, об этом всём у меня есть видео. И это ничего не поменялось ещё с 2019 года, поэтому переходите, смотрите эти видео и заполняйте эти внёски. Что касается подачи вообще карты временного побыта, то часто пишут в комментариях, что на карту временного побыта податься можно только после трёх месяцев от работодателя. И да, и нет. Работодатель имеет право сам решать, когда он вам даст документы для работы. То есть если он решил, что он хочет вас трудоустроить и дать вообще от себя документы только после 90 дней вашего легальной работы на территории Польши, то он имеет право. Почему? Потому что если вы начинаете подавать на карту временного побыта до 90 дней вашего пребывания или вашей легальной работы на территории Польши, то работодатель должен сделать опинистаросты. А для многих это проблематично. Я вам также рассказывала, что такое опинистаросты, это то есть тест рынка труда, что на ваше место нету поляка. Потому что каждый работодатель обязан сначала трудоустроить поляк, если он ищет на такую вакансию работу, а после этого только трудоустраивать иностранца. И в некоторых воеводствах это дело затягивается до 30 дней выдачи такого документа. И понятное дело, не каждый хочет ждать, а при этом иностранец нужно быстро подать, как можно быстро подать документы. Так вот, многие из работодателей просят, либо же просто говорят, что вы можете податься на карту временного побыта после того, как отработаете ровно 90 дней. То есть, если вы подаетесь уже на 91 день вашего легальной работы у работодателя, то ему уже не нужно будет делать тест рынка. Самое популярное это замешание, я не знаю уже сколько раз разговариваешь о разрешениях на работу по поводу свечения и зазволений, сколько пишешь постов, сколько много разных форумов, которые об этом пишут. И все равно находятся те иностранцы, которые прокомментируют по-своему. Многие уверены, что если вы открыли визу в биометрическом паспорте на 180 дней, то после того, как вы отработаете 180 дней на свечении, у вас есть еще 90 дней для легальной работы. Стоп, момент, отматываем обратно и еще раз слушаем, что я говорю. Если вы отработали на визе 180 дней на основании свечения, то у вас есть автоматические 90 дней по биометрии, только для того, чтобы работать на биометрических днях, на вот этих 90 дней, вам нужно иметь разрешение на работу. Так как вы отработали уже свои 180 дней в году на основании свечения, то следующим документом может быть только для вас зазволение тип А, либо тип С. Если же вы отработали свои 180 дней и у вас нет больше дней на свечении, к сожалению, у вас работодатель после визы на биометрии трудоустроить не может. Может только в том случае, если он для вас откроет зазволение тип А. Скажу сразу, в поморском воевудстве сейчас снова делают это зазволение тип А, 4, 5, а то ли 6 месяцев. То есть, они сейчас взялись за внески, которые были поданы в марте, в апреле. Представляете, какой разрыв времени, потому что, я не знаю, как в других воевудствах, мне вот говорили, что в Познании там вообще один месяц рассматривают воевудское разрешение на работу. Но в Труместе, в Трумясто, к сожалению, снова рассматривают очень долго, хотя раньше у нас тут это делалось за 2-3 месяца, то есть очень быстро. Сейчас же ужин воевудский закрыт для работодателей, и они практически не работают, то есть там дежурные инспекторы, которые выходят на работу и там сидят, рассматривают это дело очень долго. После этого нельзя к ним договориться по телефону, чтобы прийти и забрать разрешение на работу. Они высылают это почте. Хоть мы и в одном городе, но почему-то почта иногда идет чуть ли не 2-3 недели, поэтому это очень-очень все затягивается. Поэтому, если вы находитесь в крупных городах, где делается зазволение типа А очень долго, то, к сожалению, на биометрии вы работать не сможете. Поэтому единственным вариантом это либо же от того работодателя, у которого вы работали, податься на карту временного побыта, и если это произошло во время эпидемии, то тогда вы можете дальше работать легально. По поводу эпидемии, я не знаю, снять ли вам для вас еще раз видео, кто имеет право работать, у кого продлена виза, освещение, договор, кому нужно, что нужно иностранцу сделать для того, чтобы остаться во время эпидемии легально. Хоть я вам уже это снимала видео, но сейчас произошли некоторые изменения, всего лишь там пару, плюс сократили карантин на 10 дней уже, а не на 14, как было это раньше. Поэтому дайте мне тоже знать в комментариях, хотели бы вы такое видео на моем канале еще раз с обновленной версией. Предпоследним комментарием, самым популярным, это то, что если у вас есть печать в паспорте о том, что вы подали на карту временного побыта, то вы уже практически легальный человек, можете хоть даже путешествовать по всему миру и кататься чуть ли не в Турцию, в Америку и так далее. Ребята, печать в паспорте, либо же печать на бумажке, на внеске, как там у каждого воеводства выдается это, она дает вам право только легально быть на территории Польши. И все, не более того, вы также еще можете вернуться в свою страну легально, то есть вам никто не поставит депортацию. Но для того, чтобы вернуться обратно на территорию Польши, вы должны быть легально, то есть вы должны въехать легально. То есть у вас должна быть либо виза, либо биометрические дни, либо же уже сама карта. По децизии вас тоже никто не будет пускать по странам Евросоюза. Если у вас есть печать, например, в паспорте, есть децизия уже о карте, а нет самого пластика, то так путешествовать тоже нельзя, никто вас так не пропустит. Думайте головой перед тем, как пересекать границы. Я знаю, что сейчас повалятся мне комментарии, что у меня карты временного побода еще нет, но у меня стоит красная печать в паспорте, и я путешествую по всем странам Евросоюза. О том, что вы путешествуете, молодцы, но это еще не означает, что вас не остановят в странах Евросоюза полиция и не поставят вам депортацию. Потому что вы можете находиться легально только на территории Польши, а уж кататься по этой печати вы, к сожалению, не можете. Только вернуться можете, повторюсь еще раз, в свою страну, и все. Конечно же, комментариев таких будет очень много и миллион. И еще одним, последним уже скажу, и все, я буду заканчивать. Если вам понравилось и вы хотите еще вторую часть такого видео, то дайте мне в комментариях знать, потому что на самом деле таких комментариев разных проходит чуть ли не каждый день по 50-100, которые я просто, когда читаю вопросы людей и вижу комментарии иностранцев, я так думаю, Боже, ну откуда, ну откуда вы это все берете, просто откуда? И последнее, самое, уже скажу, заканчивать это видео, дети, рожденные на территории Польши, не получают гражданство Польши, если один из иностранцев не имеет гражданства Польши. То есть, если ваш муж, либо же вы не являетесь гражданином РП, то, к сожалению, ваш ребенок тоже не получит гражданство РП. Я не знаю, почему, но часто тоже встречаю комментарии, что у меня ребенок родился в Польше, а нам не дали гражданство, мы хотели повоссоединение с ребенком. Это не Америка, ребята, поэтому здесь ваш ребенок не получит гражданство Польши, если же все-таки один из супругов не имеет это гражданство здесь на территории Польши. Все, буду заканчивать, спасибо, что сегодня были вместе со мной, надеюсь, видео вам очень сильно понравилось. Если так, напишите мне комментарии, которые я вас просила, мне будет очень важно послушать и почитать их, что вы думаете на каждую из тем. И вообще, также напишите, что вы хотите, чтобы я вас сняла, для вас сняла, чтобы вам было интересно смотреть. Также не забывайте подписаться на мой Facebook и Instagram, там больше всего происходит, и чаще можете меня там увидеть. Всем спасибо и всем пока!